Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет закупка из магазина Метро. Заказываю я через приложение, именно через само Метро. Хотя привозят мне, кстати, Сбермаркет. Вот, разложила тут на кухне, потому что у меня всё это в морозильную камеру. В общем, запасы. Я уже говорила, что я такой брундучок, мне надо, чтобы у меня было всего много и так далее. В общем, в Метро подобные вещи, подобные продукты намного выгоднее заказывать, чем где-либо, в общем. Можно, конечно, поехать и в сам магазин Метро, но я заказала. И потом поеду ещё в магазин Лента, уже куплю там свежие овощи, фрукты, там что-то из крупы мне нужно будет, что-то немножко из бытовой химии и так далее. Это я уже поеду сама в магазин Метро, так что чуть позже будет ещё закупка продуктов из магазина Метро. Меня часто спрашивают, насколько мне хватает этих продуктов. Вы знаете, на самом деле каждый раз по-разному, просто потому что... Ну вот сейчас вот я купила, потом ещё докуплю что-то из мяса, ту же говядину, что-то ещё. В общем, всё равно что-то да подкупаешь. Но вот этого мне хватит больше, чем на месяц. Вот. Ну, в общем, каждый раз по-разному. Чек, как всегда, в конце видео, давайте уже покажу, что купила. Разложила, и как я уже говорила, тут у меня всё в основном в морозилку. Конечно же, что-то неполезное и что-то полезное. Как-то так. Значит, заказала вот такое тесто. Здесь 2 килограмма, очень выгодно его заказывать. И тесто хорошее, девочки, очень хорошее. Здесь оно, по-моему, разделены пласты. А, 4 пласта, получается, больших. Ну вот я пласт достаю, и как раз что-то вот такое вот сделаю. Так, это по просьбе моего мужа. Он меня очень любит. Ну, дети тоже иногда. Да, 2 упаковки чебупели. Они там, получается, дешевле. 2 упаковки хостеров и 2 упаковки чебупиццы. Это надолго моим хватит. Также наггетсы куриные. Очень выгодно покупать вот эти 1,5 килограмма. И они вкусные. Они действительно там мясо очень хорошее. И ещё на пробу взяла вот такие сырные шарики в панировке. Здесь 500 грамм замороженные. Дальше. Вот такой бекон. Здесь 500 грамм. Тоже достаточно выгодно. Он охлаждённый. При готовке добавляю. Храню его, кстати, в морозилке. Дальше. Папперони тоже храню в морозилке. Тоже добавляю. И в соляночку очень вкусно. Папперони. В общем, везде у меня тоже уходит. Также взяла крабовые палочки. Вот такие. Мне кажется, я уже такие заказывала. Только не палочки, а мясо крабовое. Ну, в общем, неплохое было. Взяла крабовые палочки на какой-нибудь салатик. Дальше. Сосиски тоже храню в холодильнике. В морозилке, точнее. Единственное, что сосиски, конечно, сливушки. Вот эти вот мне нравятся больше от молокуши. Да, как-то так они называются. Они нравятся мне намного больше. Они действительно вот после разморозки становятся такими же, как и до заморозки. Они были без... Точнее, на сливушке вот эти не было скидки. Поэтому я взяла вот такие. Это у нас черкизово. Тоже, кстати, вкусные. Но сливушки мне нравятся больше. Также сыр... Сейчас тут уберу. Сыр моцарелла. Вот такой для пиццы. То же самое. Я часть оставляю в холодильнике. Ну, буквально вот столечко, немножко, да. Часть натираю на терке. Складываю в контейнер и в морозилку. Здесь кило двести, да. И часть нарезаю вот такими пластами. Тот же на горячие бутерброды. Или куда-то вот выложить. Тоже храню в морозилке. Очень удобно. Своих свойств не теряет. Вот такое взяла. Дальше. Пельмешки. Тоже это НЗ моё. Немножко замороженных овощей. У меня закончились мои запасы с прошлого лета. Вот. Поэтому купила зелёный горошек, кукурузу. Часто делаю с рисом. Знаете, такой типа гавайской смеси. Что-то наподобие, да. На сковородочке обжариваю зелёный горошек. Кукурузу. Добавляю рис. Всё перемешиваю. Можно лучок. Можно ещё перчик болгарский. Очень вкусно получается. Ну, и, соответственно, специи какие-то. Себе взяла капусту брокколи. Хотела ещё и цветную капусту взять в большой упаковке, но не было. Поэтому у меня получается здесь килограмм. Смотрите, какая она хорошая. Ну, мне кажется, что хорошая. Бывает вообще. Открываешь, там труха сплошная. Килограмм. Быстро замороженный. И цветная капуста. Здесь 400 грамм. Жалко, что не было большой упаковки. Мне как раз хватит. Мне вот этого хватит надолго, девочки. Точно. Конечно же, рыба. Замороженная рыба в метро. Самая лучшая, на мой взгляд. В этот раз я взяла вот такое филе тилапи. Его либо в панировке, либо просто обжариваю. Филе минтая. Без кожи. Либо рыбные котлеты, либо тоже как-то вот приготовлю. И горбушина кожи. Взяла две упаковки, потому что она очень хорошая. Мне нравится. Я ее запекаю как раз-таки с сыром моцарелла, с помидорчиком. Прямо вот просто порционно режу. Специи. Потом помидорку. Сверху сыр моцарелла. Можно укропчиком для красоты, скажем так, посыпать. В духовку буквально 30 минут. И все готово. Супер. И получается очень вкусно. Так. И, конечно, всегда я в метро заказываю курицу. Филе бедра, филе грудки, ножки, крылышки. Все намного дешевле получается, чем в любых других магазинах. Я забыла сказать, что я живу в городе Санкт-Петербурге. Возможно, в других городах есть где-то подешевле. Но в Санкт-Петербурге вот из того, что мониторила я, получается дешевле. В этот раз я взяла голень. Хочу попробовать запечь голень в аэрогриле. И филе, куриное филе. У меня тоже очень оно быстро уходит. Поэтому здесь 2 килограмма, что-то 700 рублей. Но в чеке увидите. Упаковка каждый раз разная. Бывает, ну, две с хвостиком до 2,5 килограмм доходят. Но фасую по пакетикам, морозилку, все, достал, разморозил, приготовил, супер. Вот. Свинина, говядина дороже в метро. И фарш дороже в метро, чем, вот, например, в ту же мясную лавку я хожу. А курица, наоборот, получается дешевле. Так что, вот такая вот у меня покупка. Покупка бурундучка. Ну, серьезно. Вот. Меня часто ругают вот за это. Если вы переучили своего мужа, я за вас очень рада. я... У меня как-то так. Вот. У меня все вкусно. Вот. И полезно немножко. Так что давайте покажу вам чек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok